Блэкауты – время для творчества. Украинцы не падают духом и стойко переносят созданный россиянами энергетический кризис. Во время отключения света можно заняться делами или посвятить себя увлечением, на которое раньше просто не хватало времени, например, творчеству. Киев сейчас переживает тяжелые времена, но горожане уверяют – отсутствие света – это не самая большая проблема в стране. Главное – как можно скорее выбить агрессора со своих территорий. Если бы не война, то я бы жила при свечах, в этой романтике и такой первобытной сельской жизни, когда человек встает солнцем и солнцем ложится. Это нормально. Писатель и художник Ирэн Раздобудька – личность творческая. Стены киевской квартиры увешаны ее работами. И хотя для такого творчества желательно наличие электричества, женщина говорит – нашла, чем себя занять, чтобы провести время с удовольствием. Но сначала нужно приготовить ужин. Тоже при свечах. У меня здесь есть овощи на винегрет. Я очень легко могу их сейчас резать. Мне не мешает темнота. У меня по плану винегрет. А если по плану винегрет, то он должен быть. Меню из тех блюд, которые предпочитают Ирэн со своим супругом, позволяет обойтись и без холодильника. И киловатты сэкономят, и его простое в часы отключения не заметят. Собственно, я готовлю такое, чтобы холодильник был не нужен. Поэтому я варю, например, овощи. Потому что мы любим овощи. Картофель, морковь, свекла. Я отвариваю и делаю по одной порции. То есть холодильник, как таковой, мне не очень нужен. Поднявшись по лестнице в полнейшей темноте, домой вернулся супруг Ирэн Игорь. В квартире для освещения мужчина использует налобный фонарик. Пойдемте покажу, как работает наша система оповещения. На сайте наших энергосистем есть такая схема выключений. Она сейчас какое-то время актуальна. Игорь говорит, отсутствие электричества пережить можно. Немного сложнее с отсутствием интернета. Главная проблема для нас война, конечно. Потому что все остальное, со всем остальным мы справимся. Для нас двоих Ирэн писательница, я физик. И кроме этого, занимаюсь и так еще кучей дел, которые связаны с интернетом. Главная проблема с перебоями интернета. Зато теперь есть время для своих увлечений, говорит Ирэн. И я, наконец-то, могу заняться тем, что мне нравится. Ну вот, например, я сейчас одеваю куклу, которую нашла. Я бы этим никогда не занималась, если бы был свет. Я бы писала лекции, общалась бы со студентами. А поскольку сейчас такое романтическое время. Мы не в самом худшем положении, потому что Киев все-таки есть Киев. Нужно просто делать все, чтобы было нормально. Насколько это может быть нормальным в таких условиях? Помогать другим, кому мы можем. И нам помогут, если будут проблемы. Сегодня Киев непривычно темный. Нет уличного освещения, ярких рекламных вывесок. Многоэтажки в момент переключения энергосистемы словно перемигиваются. Но самое главное, киевляне не падают духом. И ждут победы Украины над российским агрессором. А тогда город снова озарят тысячи и тысячи огней.